Раскрытие второго навыка слияния Хуихао и Вандуна поражает. Ледяная императрица Скорпионов плюс Мола Чистого Неба. Это взрывоопасная смесь. Два мощнейших боевых духа атакующего типа. Трудно представить мощь их слияния. Да и первое слияние Хуихао и Вандуна, Золотая Дорога, также крайне полезный навык типа контроля. Он обездвиживает противников намного сильнее их самих. Однако в оригинальном романе говорится в общей сложности о шести боевых навыках слияния Хуихао, пять из них с Вандуном. На боевом континенте навык слияния боевых душ является чрезвычайно редким и мощным. Для его успешного применения требуется, чтобы два мастера были духовно связаны и гармонировали. Хуихао и Вандун отличные партнёры, и их навыки слияния боевых душ достигли вершины. Кажется, ничто так не понимает силу, как объединение двух мастеров и их духов. Боевая мощь возрастает в разы. Например, у Хуихао и Вандуна первый навык слияния – Золотая Дорога, Козырная Карта, благодаря которой они не раз побеждали противников куда сильнее себя. Навык слияния боевых душ или слияния духов – это способность двух или более духовных мастеров со схожими свойствами сливаться вместе и становиться одной сущностью или объединять свои боевые души вместе, чтобы сформировать навык, вызывающий взрывную силу на короткий период времени. Самая ужасающая часть навыка слияния боевых душ – это объединение силы каждого мастера, который применяет навыки и оказывает эффект усиления. Другими словами, при применении навыка слияния боевых душ, сила каждого вовлеченного мастера улучшает мощь этого навыка, поэтому чем больше участников, тем мощнее навык слияния боевых душ. Вот в чём суть. Прекрасный пример мощного слияния духов из первой части – Железно-Золотой Треугольник. В нём три мастера – Люэрлон, Флендер и Сиакан – объединяли силу воедино, вызывая Золотого Дракона. В этот момент по силе он мог сравниться с Титулованным, хотя сами они имели только по 8 колец. А Сиакан – и того меньше. Слияние – это способность чрезвычайно редкая и требует гармонизации духа. Степень сочетания духов отражается на конечной выходной мощности духовного слияния. Как ни удивительно, Хоихао и Вандуна – идеальное, стопроцентное сочетание духов, хотя они не являются родственниками. Их духи совершенно отличаются. Это не так, как было у Даймубая и Джуцин – Адский Белый Тигр. Их духи-звери были родственными и дополняли друг друга. Так почему же у Хоихао и Вандуна с довольно разными духами возможно слияние? Первый вариант связан с количеством их духов. Они – тройняшки. Парные боевые духи крайне редки. А три духа – это необычный феномен в мире мастеров. Поскольку у Хоихао и Вандуна по три духа, это делает их очень похожими. Кроме того, слияние двух разных боевых духов, даже если они никак не связаны друг с другом, ранее уже случалось. Причина, по которой они могут сливаться вместе, заключается в их взаимодополняющем действии. Когда оба боевых духа имеют синергию, они сливаются вместе, как инь и я, образуя в этом процессе навык слияния боевых духов. Два духа Хоихао – духовного и ледяного типа. Что касается Вандуна, они принадлежат категориям светового и силового типа. Все четыре их боевых духа разные, но никто не может сказать, взаимодополняют они друг друга или нет. Между их боевыми духами может существовать некоторая форма внутренней схожести, даже если на поверхности они кажутся не связаны. Например, духовные глаза и сидящая богиня-бабочка, кажется, что они не связаны друг с другом. Однако, что если духовные глаза Хоихао содержат внутри себя силу света? Это означает, что боевой дух Хоихао содержит атрибут боевого духа Вандуна. А теперь переключим внимание на Скорпиона Ледяного Нефрита и Молот Чистого Неба Вандуна. Сила Ледяной Императрицы чрезвычайно высока, и Молот Небес славится своей подавляющей силой. Это может быть ключевым моментом, почему оба их боевых духа могут слиться воедино. Итак, из-за наличия нескольких духов у Хоихао и Вандуна возможно несколько видов слияния. Все они отличаются и имеют различный эффект. Какие же это шесть навыков слияния? Первое слияние – выведающее в блеске золотая дорога, духовные глаза, плюс сидящая богиня-бабочка. Эффект этого навыка слияния боевых душ заключается в том, что он может обездвижить соперника, временно запечатать его кольца и дух. Слабые мастера падают без сознания. Цели с превосходящим уровнем остаются в сознании, как золотые статуи. Однако недостатки этого слияния также очевидны. Он может атаковать только по прямой линии, и чем выше сила противника, тем короче срок действия золотой дороги. Но даже в этом случае этот навык все равно может сыграть решающую роль в бою. Второе слияние – пылающий посреди мороза молот небесного императора. Это слияние вторых боевых духов Хоихао и Вандуна – ледяная императрица скорпионов, плюс молот чистого неба. Уже в ближайших сериях мы увидим своими глазами это мощное слияние. Оно призывает взрослую версию Хоихао. Затем он создает гигантский ледяной молот и распивает им врага. Эффект этого навыка слияния на самом деле очень прост. Он значительно увеличивает силу атаки молота чистого неба. Проще говоря, это эквивалентно наличию очень мощного атакующего умения. Если золотая дорога – это навык слияния контроля, то молот небесного императора – мощнейшее слияние доминирующего и атакующего типа. Когда Хоихао и Вандун взялись за руки, интенсивный белый свет переплелся с темно-золотым света. Фигуры Хоихао и Вандуна исчезли. Мгновением позже бесшумно появилась стройная фигура. Этот человек был примерно около двух метров роста и выглядел как взрослый Хоихао. Вероятно, это был образ того, как он будет выглядеть, когда вырастет. В тот момент, когда он появился, ледяной туман в воздухе начал стекаться воедино. Человеческая фигура оказалась очень реалистичной. Он протянул правую руку, вонзив ее в шар света перед собой. В следующее мгновение пространство перед звездным барьером мгновенно разрушилось. После чего появился огромный молот. Молот был чернильно-черный, но на каждом из двух концов находился острый выступ, нефлетово-зеленого цвета. В то время как его ручка была полностью инкристирована бриллиантами. Потом он засиял золотым светом. Сразу после этого супер-молот с длиной более 10 метров и шириной сголовья более 3 метров стал кроваво-красным. Все остальные следы света, казалось, были поглощены этим кроваво-красным светом. И даже звездный барьер перед ним начал дрожать. Казалось, что невидимая рука управляет этим огромным молотом. В следующее мгновение он обрушился вниз. В тот момент, когда молот приземлился, звездный барьер мгновенно рухнул. И Мася Тау воспользовалась возможностью освободиться от своих оков. Второй навык слияния Хуихао и Вандуна был результатом слияния их могущественных боевых духов. Империатрицы Скорпиона в Ледяного Анеферита и Молота Чистого Неба. Для сравнения, Золотая Дорога была мощным навыком слияния боевых духов, который склонялся к контролю, а не к разрушительной мощи. Не было никаких сомнений в том, что обе эти сущности находились на вершине атакующих и разрушительных способностей. Одна из них являлась предельным боевым духом и была известна как один из трёх императоров Крайнего Севера. Молот обладал репутацией самого пугающего боевого духа системы атаки. Их слияние могло означать лишь одно – разрушение. Это будет поистине зрелищный момент в освобождении такой силы с использованием Молота Чистого Неба. Единая Императрица как боевой дух предельного льда стала главной управляющей силой, поскольку разрушительность атрибута абсолютного льда безупречно слилась с чистой катастрофической силой Молота Чистого Неба. Результатом стал образ зрелой формы Хои Хао, который разрывал пространство ужасающим ударом. Разрушительная сила, производимая в это единственное мгновение, была намного сильнее, чем их совокупная мощь при объединении раньше. Возможно так происходило потому, что показатели совместимости их боевых духов были настолько высоки, что даже они сами не могли в это поверить. Какое же будет третье слияние? Мантра среди пустоты. Духовная буря, духовные глаза Хои Хао плюс Мола Чистого Неба Вандуна. Этот навык слияния духов полностью противоположен Молоту Небесного Императора. Если первый представляет собой физическую атаку, то этот как шторм разума является мощной ментальной атакой. Из-за влияния духовных глаз Хои Хао, эта атака может напрямую проходить через духовное море противника, чтобы непрерывно атаковать его дух, используя различные воспоминания и чувства. Она нацелена на сознание противника. Четвертое слияние. Одинокий танец Ледяного Мороза, Богиня Света. Богиня-бабочка Вандуна плюс Ледяная Императрица Хои Хао. В этом случае главным является Вандун. Его эффект состоит в том, чтобы всесторонне увеличить атрибуты Вандуна, а также имеет эффект атаки Абсолютного Льда. Он вызывает огромную бабочку-богиню, похожую на взрослого Вандуна. Это единственный из четырёх слияний духов, находящихся под контролем Вандуна. В этой форме Вандунер может контролировать способности как костей Хои Хао, так и духовных колец, с помощью их соответствующей духовной сущности, используемой при слиянии. Последний навык слияния боевых духов Хои Хао с Вандуном, несомненно, является самым мощным и шокирующим среди всех их навыков. Этот навык является результатом всестороннего слияния, духовных глаз и Ледяной Императрицы Скорпионов Хои Хао, а также яркой богини-бабочки и молота чистого неба Вандуна. Это слияние сразу четырёх духов, кажется, такого мы ещё никогда не видели. Когда эти четыре могущественных боевых духа сольются воедино, вырвется беспрецедентная сила. Об этом слиянии точно стоит выпустить отдельное видео, так как его эффект поражает, и это очень особенное слияние. И шестой вид слияния Хои Хао, но уже с другим человеком, мы тоже рассмотрим. Проявите активность под этим видео, и обязательно выйдет продолжение. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какое слияние Хои Хао и Вандуна вас впечатлило больше всего, и какое из них, по-вашему, самое полезное в битве. Подписывайтесь на канал, и всем пока!